Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас интервью с прекрасным человеком, пенсионеркой из России, из города Воронежа, Тамарой Григорьевной. Здравствуйте, Тамара Григорьевна! Добрый вечер! Здравствуйте! Спасибо большое вам, что вы согласились на интервью и расскажете нам немножко о своей жизни, о жизни обычного российского пенсионера. Расскажите немножко о себе. Сколько вам лет, о ваших детях, внуках? Добрый вечер! Зовут меня Тамара Григорьевна, мне 78 лет. У меня двое детей взрослых и уже четверо внуков. Один правнук, который в этом году закончил первый класс. На пенсии я уже давно, 25 лет. Иногда работаю в это время, а в основном занимаюсь, время провожу для пользы, для окружающих. Замечательно! Как раз вот об этом я и хотела спросить. Вот расскажите, как проходит обычный день российского пенсионера? Чем вы занимаетесь? Российский пенсионер занимается по-разному. Сейчас очень сезонно садово-огородных работ. В основном все наши пенсионеры имеют огороды, имеют сады. И поэтому сейчас такое время, где тем более с этим коронавирусом они занимаются посадкой всех овощей на огороде. Вот. У меня сейчас нету дачи. Я остаюсь в городе. Поэтому у меня другие заботы, домашние заботы. Ну, а для поддержания своих форм и здоровья я использую занятия в фитнес-клубах, где у нас есть бассейны, где у нас есть тренажерные залы, групповые занятия девочки с нами проводят. И это очень поддерживает и тонус, и здоровье, и заполняет время. Там мы общаемся, там мы знакомимся. И у нас получается очень хороший тандем, так сказать. Вот. Вот в таком вот плане. Ну, а вообще-то у нас в Воронеже есть женсоветы при Согессе, да? Вот. Где задействованы пенсионеры. Для них устраиваются походы в театры, выездные экскурсии, вот. Ну и разные лекции. Это тоже можно всегда участвовать, принимать участие и проводить время с пользой для своего развития. Отлично. А как часто вы ходите заниматься фитнесом? Фитнесом стараемся раз в пять в неделю, так сказать. Пять раз в неделю? Да, пять раз в неделю. Потому что у нас каждый день новые занятия. То у нас пилатес, то у нас бодемайн и другие формы занятий. Поэтому приходится, так сказать, задействовать все почти в неделю. Ну и купаемся в бассейне после занятий. Тоже очень приятно. Вроде туда идешь как-то не с большой охотой, зато оттуда возвращаешься прямо и летишь на крыльях. Бывает, что не хочется идти? Да, почему-то не вырабатывается потребность особенная. Ну, а что заставляет все-таки идти? Ну, желание встретиться с друзьями. Ну и вообще знаешь, что это для пользы здоровья, для пользы самочувствия. Я говорю поэтому, когда уходишь уже после занятий, уже чувствуешь, какую пользу получила тело и вообще самочувствие. То есть это фактор. И плюс, что знаете, что это принесет вам здоровье и будете себя очень хорошо чувствовать. Да, да, прям чувствуешь, что ты летишь. Это сила воли. Это сила воли. Да, это вот надо заставлять себя. И, так сказать, не вырабатывается иммунитет на потребность. Почему-то всегда приходится заставлять себя, короче говоря. Ну, результат все равно победительный. Да, потому что у нас там очень интересные люди. И мы очень хорошо общаемся. И нам интересно. Вот ждем, когда закончится этот карантин. Он у нас немножко это ограничил в работе. Поэтому вот только дома мы перед компьютером проводим упражнения. Мы надеемся, что вот в июне, может, то есть 15-го числа откроют наш пятный слог. Это замечательно, что у вас есть еще технические знания. То есть вы можете пользоваться компьютером. Вы можете зайти вот в Zoom, например. Вы можете посмотреть на YouTube, да? Да, и общаемся друг с другом тоже через Skype. Да, и посылаем фотографии, посылаем информации. Какую интересную информацию увидим. Мы пересылаем друг к другу. И это очень интересно. Очень приятно слышать, что в 78 лет человек владеет такими техническими знаниями. Да, здоров. Да, вы здоровы. Ну да. Как вы проводите свой отпуск? Ой, отпуск мы проводим тоже коллективно. Коллективно мы проводим отпуск. Вот уже последние пять лет мы, не знаю, человек от 10 до 15 человек мы собираемся, предварительно бронируем себе отпуск. Вот были последнее время в Абхазии. Это женщины, да, все женщины? В основном, да, да. У нас в основном женщины, которые, так сказать, остались одни, у которых дети выросли, внуки уже тоже не нуждаются в нашей заботе. Вот. Поэтому мы, так сказать, предоставлены сами себе и стараемся использовать это время, так сказать, для своих интересов. Вот. Мы были в Питсунде, были вот в Абхазии, там, в Кудрах. А сейчас вот запланировали, не так не запланировали, а забронировали поездку на июль месяц в Сухом. Но вот в связи с этой короной вирусной у нас тут пришли затруднения. И мы пока не знаем точно, попадем мы или нет. Ну, что, не пройдет? Ну, надеемся. А на осень у нас Турция тоже вот под вопросом. Ну, на октябрь месяц, думаю, может, мы и в Турцию попадем. То есть вот так вот отдыхает российский пенсионер. Да? Желающие есть очень многое, да. Не все, конечно, могут и позволить, и по здоровью, и по настрою, и по финансам, самое главное. Какой возраст женщин вот обычно в вашей группе? Ну, что, пенсионный возраст. Нам вот повезло, у нас с 55, а сейчас-то у нас возраст пенсионной женщины повышается. Что печально. Ну, все равно где-то от 60 до 78. Даже у нас 81, Валентина Александровна, очень даже активно ездит и очень интересуется. Она была даже в круизе, и ей очень понравился круизные поездки. Да, в круизах как раз вот только пенсионеры ездят. Да, ну, это надо иметь и здоровье, и возможности. Замечательно. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то помощь от государства пенсионерам в России? Например, есть ли у вас какие-то скидки в фитнес-клубе, или бесплатные билеты на транспорт, например? Или покупка лекарств, вот как в Англии, например? Да, есть специально для покупки лекарств инвалидов предусмотрена определенная сумма на покупку лекарств. Таким вот пенсионерам, простым пенсионерам, у которого нет никакого, как сказать, ну, ни ветеранства, ни наработки стажа, то у них нету никаких львов. Вот, вот, допустим, я как ветеран труда, я пользуюсь дотацией, не платят дополнительную сумму на проезды на транспорте, и 50% не компенсируют расходы ЖКХ, оплату, подплаты. Вот, так что вот в таком вот плане. Ну, и инвалидам тоже очень много там, это самое, льгот, тоже и на транспорт, и главное, что на лекарства, и бесплатные путевки в санаторий. О, счастливо. То есть есть помощь, да? То есть, знаете, где это можно, как это пользоваться этим? Да, социальная защита у нас работает активно, так что тут у нас обиды нету. Хорошо, очень приятно слышать. Такой вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, вот про женские клубы. Есть ли такое в России понятие, как вот в Англии? Например, в Англии есть женский институт, WL называется, где женщины пенсионного возраста встречаются раз в неделю, проводятся какие-то лекции, обязательно кофе и кейки. То есть женщины там, те, которые, например, одиноки, у кого, может быть, и не было семьи, или кто уже обдавел. Но, то есть вот это для них, это такая, замечательные такие встречи проводятся. То есть они там знакомятся с другими женщинами, дальше уже общаются и каждый раз приглашают каких-то новых гостей для выступлений. Может, что-нибудь есть подобное там, где вы живете? Подобное есть, но они не как клубы, а в социальной защите у нас есть женсоветы. Вот эти женсоветы, они тоже объединяют женщин и по интересам, и такие общественные мероприятия организуют, как походы в театры, поездки по экскурсиям, такие однодневные, двухдневные, небольшие, по окрестностям в наших просторах, по рульности. Вот, ну, а так, конечно, системных, я не знаю, есть еще женсоветы по профессии. Вот есть женсовет учителей у нас в Коминтерновском районе. Вот, там, значит, Галина Ивановна собирает учителей, бывших даже учителей нашего района, Коминтерновского. И она тоже с ними и проводит праздники, и тоже разные экскурсии, беседы, ну, вот в таком вот плане. Но это не так часто, не каждую неделю, а это, допустим, новогоднее такое какое-то мероприятие, вот они собираются еще на какие-то, на 8 марта, на праздники, короче говоря. А ежедневные такие посиделки, они у нас не проживают. Нет, у нас мы не ходим по кафе особенно, так иногда вот просто по настроению соберемся, пойдем там. Чтобы это вот как у вас, системные, на завтраке, на ланче вы собирались. Такого, по-моему, в России не принято. Ну, это, наверное, просто немножко другая культура, да? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, вот вы были в Англии, вы были во многих странах, да? Вот в Англии, например, как, какое вот впечатление на вас произвело жизнь английского пенсионера? Вот вы знакомы с несколькими людьми? Что вас поразило, может быть, или чем отличает? Я думаю, что английские пенсионеры, они более активные, более жизнеспособные. Они как-то, ну, больше с собой занимаются, чем русские. Может быть, более независимые? Потому что в основном все люди... Самодостаточные, конечно, самодостаточность, это очень, собственно, на первом месте стоит. Да, наши, может, пенсионеры не так обеспечены. У нас, у многих, очень небольшие пенсии. Они где-то, ну, прожиточный минимум в основном обеспечиваются, и все. Это очень мало, там, не разгуляясь на эти деньги. Поэтому многие остаются на своих садах-озародах, и никаких ресторанов, как кафе, конечно, речи не может быть. Вот, ну, а у вас очень интересные пенсионеры, они могут себе позволить продолжительные поездки за границу. Ну, и вообще, такие интересные люди. И вот я была, знакомилась с пенсионеркой-врачом, которая пошла на пенсию, но она уже в пожилом возрасте пошла на пенсию. Где-то за 60, да? Да, 65 у нас. Даже в 65, вот. Но, тем не менее, вот у нее есть, ну, во-первых, у вас и жилищные условия гораздо комфортабельнее, чем у нас. У нас мы живем в квартирах, а у вас в основном все живут в отдельных домах. Там больше комфорта, чем в квартире. Вот, и больше возможностей. И вот у нее есть отдельный кабинетик, где у нее стоит пианина, где у нее стоит компьютер, где у нее стоит журнальный столик с текущей информацией по медицине. Она до сих пор это самое интересовалась новинками, какие поступают. Ну, я думаю, что это не все тоже у вас такие прогрессивные. Ну, вот мне посчастливилось познакомиться вот с такой пенсионеркой. Мне было очень приятно вот это вот видеть и вообще общаться с таким человеком. Вот. Ну, что еще? Прекрасно. А как вот ваше изучение английского языка? Я знаю, что вы интересуетесь английским языком, английской культурой. Ну, английский язык, конечно, желает быть лучше, чем он на самом деле. Но вот как-то не хватает, наверное, мотивации, чего-то такого не хватает, чтобы заняться серьезно. Серьезно не занимаюсь. И так как случай к случаю были вот у нас специально вот были занятия для пенсионеров 55 и плюс и старше проводила директор интерлингвы. Это такая международная, можно сказать, школа иностранных языков, где там, я не знаю, сколько у нее, 10, что ли, языков. И вот она занималась с нами. Нам было очень интересно общаться друг с другом. Ну, вот и сколько я там, года два, наверное, проходила. Вот. Ну, чтобы, так сказать, спокойно и свободно разговаривать. Ну, было интересно заниматься. Еще один интерес мы обнаружили, да? Да, да. Замечательно. Спасибо большое. Очень интересная многогранная жизнь у вас. Я желаю вам крепкого-крепкого здоровья, новых идей, новых путешествий. С вашим кругом женщин, да? Большое спасибо перед вами всем. Да, большое спасибо. Всего доброго. Если у нас, у зрителей, есть какие-то вопросы, может быть, или пожелания, или интересы, пожалуйста, пишите на YouTube, на Facebook. С удовольствием ответим на ваши вопросы. Спасибо огромное. И вам большое спасибо. Всего доброго. Не болейте. Корону не одевайте. Пусть она остается на вирусе. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Пока. Пока. Продолжение следует...